Я хочу, чтобы вы осознали главную вещь, что вот это является нашим адом, но это же является нашим ресурсом. Значит, я сейчас занимаюсь тем, что я пишу, готовлю. Я сейчас сделал 16 видеописем, кто дойдет до чертогов разума. Значит, ваша жизнь существенно облегчается, потому что есть видеописьма, которые после занятий можно посмотреть и понять, что там происходило. Потому что предыдущие все, значит, так сказать, входили в занятия, не понимали, что происходило, выходили, заходили следующее, снова не понимали, снова выходили. Вот. Сейчас, значит, я записал 16 этих писем. Второе, что я сделал, я сейчас делаю, это вас не застанет, но я делаю сейчас рабочие тетради. Вот. Чтобы вы, значит, фиксировали там, во-первых, сами фиксировали, и вам там все написано от меня, что значит, куда и так далее. Вот. В частности, я рекомендую там дополнительную литературу. Вы же должны же развиваться. Там какой-то был запрос на развитие. Вот. Значит, дополнительная литература. Дополнительная литература у нас, собственно говоря, вот я вам даже продемонстрирую. К теме сегодняшнего занятия. Значит, есть издательство АСТ, которое считает, что мои книжки можно оформлять таким образом. Вот. Следующая, вот, примерно такая же будет, значит, средство от страха. Вот. Сегодня наша с вами лекция будет про страх. Кто уже со страхами прошел, тему страхов прошел? Поднимите, чтобы я так... Чай много прошло, много не прошло. Правильно? Значит, поэтому я не буду вскрывать всех, так сказать, вот этих вот нюансов, чтобы не портить впечатление ваше от занятий. Ну вот. Но поскольку, действительно, страх является совершенно фундаментальной вещью с точки зрения ресурса, которым мы обладаем, а с другой стороны, с точки зрения силы, которая портит жизнь со страшной силой, вот, я вам хочу сегодня про это рассказать. Значит, что такое страхи? В курсе, что у вас страхи, нет? Бесконечные. Да? Все прошло, да? Так, страхи. Значит, как я вам сказал, значит, вообще мы будем делить страхи с вами. Страхи, страхи в скобках тревогу, мы будем делить с вами на три группы. Ресурсные, невротические и умственно-жвачные. Значит, ресурсные – это те, которыми мы занимаемся на красной таблетке, потому что нам нужны ресурсы. Я скажу про это позже. Невротические – это те, которые мы не занимаемся на красной таблетке, потому что здесь нет никакой психотерапии, здесь мы мышление развиваем, у кого получается. У кого не получается, как пойдет, но так. Умственно-жвачные – это, соответственно, уже у нас чертоги разума. Значит, я вам хотел рассказать про невротические, потому что это будет факультатив. Значит, первым делом. Значит, как вы думаете, какого рода страхи у нас с вами существуют? Невротические. Так. Все читали красную таблетку и знают, что у нас с вами три базовых инстинкта. Да? Инстинкт самосохранения личной безопасности, потому что все мы являемся представителями, не представителями, а единичными особями. Второе. Иерархический инстинкт. Значит, это, по сути дела, социальный инстинкт, потому что мы с вами можем жить только как мы с вами идти, как муравьи. Вы думаете, что вы все личности, но это, конечно, ошибка автопилота, так сказать. Мы с вами способны выживать только в социальной среде. Если социальной среды не будет, мы найдем какого-нибудь овечьего стада, и туда прибьемся и будем блеять. Если овечьего не найдем, к волкам залезем. Мы абсолютно не способны к самостоятельному выживанию. Мы как клетки в организме нуждаемся в том, чтобы вокруг была нас социальная среда. Это наша биологическая потребность. И третья биологическая потребность – это инстинкт продолжения рода, условно говоря. Половой инстинкт. Мы являемся с вами представителями вида. Если вы думаете, что вы личность или член стаи, забудьте про это. Вы просто носитель генов, которых эволюция создала для того, чтобы вы свои гены отправили дальше. В целом, что с вами произойдет, ее не интересует категорически, эту эволюцию. Главное, чтобы вы отдали и свободны. Сколько было старику Каренину? Ну, если я не ошибаюсь, 38. Да, это у нас просто же образы такие, что такое старик. А в целом 40 лет – это средняя продолжительность жизни для начала XX века. Потому что оставил потомство и вали. Не мешайся, пусть они дальше все занимаются. Значит, мы с вами представители, еще носители гендов. И вот, собственно говоря, эволюция придумала для нас три таких способа существования. Как индивид, как член группы, как клетка в организме. И как контейнер с генами, которые там отправляются. Значит, что такое наши с вами невротические страхи? Наши с вами невротические страхи – это стресс какого-то из этих инстинктов. Самосохранение, иерархического или полового. Я вам приведу это на примере знаменитой вегетососудистой дистонии. Знаете, что такое вегетососудистой дистонии? Панические атаки, самотофорное вегетативное расстройство сердца и сердечно-сосудистой системы. Я могу называть много имен этого. Это как, знаете, как в этих «Выгры престолов», там вот этот многоликий. Значит, ну, на самом деле, что такое вегетососудистая дистония? Это просто симпатоадреналовая такая реакция, да, это когда мы переживаем с вами стресс. Значит, у нас выделяется адреналин. Значит, из двух ветвей вегетативной системы вверх берет симпатическое, парасимпатическое, отвечающее за расслабление пищеварения, выключается. И мы, значит, благополучно испытываем сердцебиение, повышение артериального давления, головокружение, потоотделение, слабость, понос, рвоту и так далее, и так далее. Ну, полный спектр вегетативных реакций, характерных для симпатоадреналового криза. Значит, ну, люди у нас все умные. Значит, они как чувствуют, что у них организм стал жить и сообщать о себе, они что думают сразу же? Умираю. Они же слышали истории про разрыв сердца, понимаете, инфаркт Микарда, и про инсульты, что-то там еще. В общем, слышали кучу историй, сразу все о себе воображают и в ужасе усиливают симпатоадреналовую реакцию. Потому что стресс проявляется как раз симпатоадреналовый. Если вы боитесь, что вы помрете, у вас выделится адреналин, выделится, включится симпатическая система и будет генерить вам, так сказать, все эти реакции, и сердцебиение было станет в два раза больше, понос был, будет 33 струи, не считая мелких брызг. Значит, соответственно, так они и жили. Но действительным бывают совершенно разные механизмы появления этих панических атак в зависимости от того, какой из инстинктов самосохранения у вас травмирован. Потому что, ну, вообще как возникают неврозы? Как? У меня ездит доска. Значит, у нас с вами здесь есть ретикулярная формация. Ретикулярная формация. Она производит энергию. Так энергию рисует? Или это что-то другое нарисовало? Значит, все, убираем вот так лучше. Вот так, да? Все, производит энергию. Энергия попадает у нас в подкорку. Подкорка у нас имеет всякие разные ядра, которые как раз и отвечают за направление. То есть вот эта неспецифическая нервная, как бы сказать, импульсация, она приобретает направленность. Она или начинает в страх, ужас, да, или сексу сразу хочется, понимаете, или чтобы всеми доминировать и чтобы все подчинялись. Вот это здесь сидит. Дальше вот эта вся эта ваша катастрофа выскакивает куда? В кору. Значит, вот так вот выстреливает уже от седова. Психическая энергия вот эта пошла. Значит, вот она поднялась. И вот отсюда в скору. Что она делает с корой? Она ее баламутит и формирует образ. Это я не рисовал ни разу такое. Но должно получиться. Вот. Помираю. Вот это все. Из коры, потому что у вас тут инфаркт мекарда, вот это вот. Там, что это, апоплексический удар табакеркой по лбу. Вот это вот. Все у вас тут, значит, вот это смерть. В общем, короче говоря. Значит, в нормальной жизни все происходит, на самом деле, чуть-чуть по-другому. Действительно, в нормальной жизни, это в биологической среде, для которой мы с вами были созданы. Возьму другой фломастер. В нормальной жизни происходит чуть-чуть по-другому. Значит, действительно, ретикулярная формация генерит определенный уровень напряжения. Вот сюда, наверх. Значит, эти ядра находятся у нас в тонусе. Но они всегда реагируют на внешнее раздражение. На внешние раздражители. Значит, вы сидите, значит, в кустах. И что вы делаете? Вы смотрите, понимаете, нет ли где-то неприятного субъекта, желающего у вас, вами полакомиться. И, значит, соответственно, раздражитель приходит отсюда. Вот так вот. Он говорит, алло, алло, тут катастрофа. Эти активизируются, говорят, сейчас всех поубиваем и убегаем. Да? Значит, вот здесь, как бы сказать, взаимосвязь, ну, как бы, прямо противоположная. Мы воспринимаем реальные, фактические раздражители. Значит, и эта психическая энергия направляется на то, чтобы спасти собственную жизнь, продолжить род, значит, чтобы не отобрали власть в стае, да? Ну, там пошли, начали власть отбирать. Катастрофа же, правильно? Сразу активизируют, что вы творите, отдайте обратно. Сейчас буду, значит, выступать здесь. Вот, значит, этого нормальной конструкции. А у нас, как я вам сказал, конструкция ненормальная. У нас нет угроз. Понимаете? Что у нас в нашей жизни, этот, как его, какие риски есть? Бегают с автоматом люди, может быть. Или что-то, как бы сказать, всех режут. Нет уже такого, да? Вы идете по улице, вы что идете, думаете, сейчас за угол не пойду? Да? Нет. Значит, дальше, что у нас власть? В стае власть – это все. Это доступ к пище, к воде, к самкам и так далее. У самок доступ к самцам, не всех пускают. То не надо тут нам устраивать это все. Ну, это немножко похоже на нашу жизнь, но только в этой части. Да. Значит, соответственно, нету, значит, половой инстинкт. Власть, что у нас такое? Какая власть? Кто у вас ее отберет? Нет? Нет, лайки только не поставили, если. Катастрофа, конечно. Нет любви. Понимаете? Ну вот. Ну и все. В общем, несерьезно. Короче говоря, у нас с вами нету вот этого добра. Да? И, соответственно, нам надо придумывать вот эти свои инфаркты Мегарда, смерти, вот это трупы, 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 трупы. Вот, значит, это механика производства страха. Улавливайте. Значит, нету нормальной угрозы, придумай. Не отбирают власть, думай, кто замыслил это. Да? Значит, короче говоря, да, я вам стал рассказать про Витя-Сашистскую дистонию, соответственно, да? Значит, ВСД. Теперь давайте ВСД. Понимаете, я на пельсе, рассказываю вам историю жизни, вот, сильно, прямо ужасно, просыпаюсь утром, ну, у меня похмелье. И у меня что же? Вдруг может случиться на похмелье симпатическом палате симпатандариновой реакции, потому что организм отравлен. У нас отравлен организм. Ну, если вы пьющий. Значит, он отравлен, и он думает, катастрофа. Он же не в курсе, что вы сами себя отравите. У него же нету идеи такой, что вы сами себя способны отравить-то. Организм просто так не думает. Он чувствует, травят. Реально. Плохо. И дальше сердце бьется. Симпатандариновая реакция. Этот, как его, потливость. Этот, как его, еще не, что-то плохое выпили, понимаете. Рвота, тошнота, все усиливается там и так далее. Что думает человек? Думаю. По-уми-ра-ю. Какой инстинкт страдает? Самосохранить. Действительно. Вот у меня был пациент. А это другое. И пациент был... У него был постоянный понос. Вот. Но понос возникал у него исключительно... А он был... Ну, тогда еще милиция была. У него был понос, когда он... Когда их вызывали на задание. Ну, там, что-то охранять там и так далее. Вы смеетесь. Я серьезно вам рассказываю вещи. Вот. Да, на самом деле, там была война в Чечне, если кто не понимает. Вот. И, значит... Ну, он там был. Он оттуда вернулся. Но был риск следующей поездки. И вот, когда он всякий раз что-то какое-то... Он должен был выполнять какое-то это... Выцепление пойти или еще что-то. У него случалось это. Он что делал таким образом? Да? Он, не осознавая этого, понимаете, любое действие, которое было связано... Он уже знал, что такое убивают. И любая мысль, что он сейчас куда-то пойдет, где он будет выполнять свои обязанности, вызывала у него симпатоадреналовую реакцию. Это симпатоадреналовая реакция. В его случае выражалась... Ну, по носу это нормальная реакция симпатоадреналовая. Просто у кого-то больше, как бы сказать, по сердечно-сосудистому, у кого-то больше по желудочно-кишечному тракту. Тошнота, может быть, и так далее. И, по сути дела, это был способ защиты. Более того, если он болеет, его же не отправят. Он сам этого не осознает. Его организм его защищает. Ловлю ведь? Теперь рассказываю другую историю. Сегодня как этот сказочник. Другую историю рассказываю. Вот мужчина. Работал, водили, менеджер. И у него был товарищ, с которым они вместе пришли на работу. И он тоже был менеджером. И потом в один прекрасный день этого товарища, который... Его товарищ. Говорят, а ты теперь будешь начальником и будешь им командовать. Ну, так просто сказали правильно, ну что, надо же организовывать производственный процесс. А у того вдруг раз и одышка какая-то возникла. Одышка какая-то. Потом чувствует сердце. Потом все кругом девушки забегали. Он говорит, все, помираю. Вызвали скорую помощь. На скорой помощи его на носилках вынесли. Торжественно. Чтобы все видели. Какой ход психика совершила? Ну, привлекла внимание-то мы чуть дальше. А психика на самом деле совершила другой ход. Я сам могу быть начальником. Но я просто болею. Ну, как бы. И как ты можешь мной управлять, если я болен? И благополучно после этого до клиники Неврозов дошел. Как бы, госпитализировался и так далее. Ну, походил по этому, по врачам. Помирал же. Но выскользнул из совершенно некомфортной ситуации, при которой был травмирован его иерархический инстинкт. Но можно и попривлекать себе внимание. Это я вам другое расскажу. Значит. Вот женщина живет. Сорок лет. Мужу сорок пять. Вот. Ну, он так стал куда-то пропадать. Ну, так вроде все. Она дома безработная. Ну, он зарабатывает хорошо. Дома сидит, тоскует. Тоскует, 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 тоскует. Думает нехорошее. Нехорошее думает, но не говорит. И вот один раз он приходит. Она смотрит на него. У нее симпатодреналовая реакция, вы понимаете, да? Откуда он пришел? Что он там делал? Долго пропадал. Симпатодреналовая. И она вдруг еще из сердца заколотилась. Пойду прилягу. А он такой думает. О, муж помирает. Он к ней бежать. Качать. Скорую помощь вызывать. Милый, милый, не помирай. Ты вот это вот. Мать моих детей. Целую в губы. Лавливаете? Что вдруг случилось-то? Уже год, два не спят. А тут в зубы целую, в губы целую. Все, на все готов. Давай только живи. Только живи. После этого, конечно, как вы понимаете, каждую неделю раза два надо падать в обморок. Понимаете? Правда, муж уже на третий раз сообразил. Он к врачам-то сводил. Ему говорят, знаешь, так она у тебя изображает в целом. А уже все началось? Понимаете? Дальше уже куда? Представь, что изображаешь. Не признаешь. Но и не понимаешь в этом состоянии, что изображаешь. Все же вот на уровне подкорки происходит. А так получилось. Внимание привлекли. Мы эти снова почувствовали сильного рядом мужчину. Чего женщине важно. Положительное подкрепление симпато-адреналовой реакции. Лавливаете? И после этого благополучно входим в невроз. Муж потом говорит, что уже все это достало меня. А она вообще помирать? Ну, клиника невроза. Понимаете? Все встречи. Значит, короче говоря, почему у нас с вами куча всяких разных невротических страхов, которые кто-то в себе уже идентифицировал, кому-то предстоит. Значит, на самом деле все сложнее. Я сейчас не учитываю страх змей и пауков, который вы очень любите мне писать в письмах. Значит, страх змей и пауков биологически детерминированный. У индюшек они только рожаются. Им если показать силуэт хищной птицы, а у них паника наступает. Они еще вообще ничего не соображают, но силуэт инстинктивно воспринимают. Мы с вами так на насекомых, змей, всякую грязь так реагируем и так далее. Тоже у нас генетические, инстинктивные страхи. Сейчас их не учитываем. Их можно, конечно, превратить в полную галиматью и после этого со страшностью страдать. Но в целом есть генетика. Высадкой боимся. Знаете, почему говорят? Очень интересная гипотеза. Мы же по деревьям лезли, а потом в один прекрасный момент случился ледниковый период. Деревья стали хилые. И все, кто не боялся лазить, попадали и поубивались. А сохранились только те, кто боялся залезать. Я на полном серьезе вам рассказываю. Версии бывают разные у ученых. Страх в высоту у нас с вами есть. Генетически тоже детерминирован. Хотя детей нам чуть-чуть обучать. Сразу они могут не сообразить. Короче говоря, есть инстинктивные страхи. Есть невротические страхи, которые возникают по причине того, что у нас с вами есть тревога, которая вырабатывается нашей ретикулярной формацией, которая обретает свою специфическую направленность в наших базальных ядрах, которая ждет, что ее напугают, и она начнет что-то делать. Потому что зачем нужна симпатоадреналовая реакция животному? Для того, чтобы, когда на него нападают, у него сразу повысилось артериальное давление и обеспечило ему бегство. Потому что, когда вы бежите, у вас напрягаются мышцы, для того, чтобы кровоснабжать мышцы, которые напряжены. Они же прижимают сосуды, которые в них находятся. Если я увеличу давление, для этого я должен сердцем бить сильнее, я с большей вероятностью проткну, пропущу кровь по сосудам, которые находятся в мышечной ткани, и у меня будет продолжаться кровоснабжение, иначе я не добегу никуда. Улавливайте. Поэтому я тут жду, что на меня нападут. На меня, сволочи, никто не нападает. Дальше я думаю, раз не нападает, надо придумать, потому что куда-то энергию надо девать. И я деваю энергию куда? Во всякие страхи. Начинается война, уходят генераторические страхи, просто как будто не бывало. Почему? Потому что есть реально, надо находиться постоянно в естественном стрессе, и все это абсолютно органично. Если вы переживаете большие нагрузки, у вас там реально какие-то очень серьезные дела, проект в кризисе, еще что-то, у вас были-были страхи, потом вот это вот, в забой, никаких страхов, потом вышел, и началось опять. Значит, короче говоря, вот природа возникновения невротических страхов. И все наши страхи, они или связаны с тем, что действительно нас испугало что-то очень сильно, может сильно испугать. Вот посттравматическое стрессовое расстройство, такой тоже известный диагноз, связан с реальным испугом. То есть все, кто пережили насилие реальное, все, кто пережили войну, бомбардировки и так далее, они потом, у них вот флешбеками потом возвращаются эти переживания. Мозг, как бы сказать, продолжает, перепуганный мозг продолжает искать бомбардировку, в которую он попал. И флешбек такой. Знаете, что такое флешбек, да? Вот, значит, иерархический инстинкт точно так же, если мы не удовлетворены нашим, как бы сказать, нашим местом в положении в стае, мы ищем себе какую-нибудь тревогу, на которой мы концентрируемся. Почему так модно в ВСД? Потому что болеть, это же благородно даже по-своему, причем сердцем, в основном-то, да? Лучше по носу, но не хотят. Но все сердце. Вот, да, благородно, красиво и так далее. И вы все, вот вы просто, я прощаюсь с вами сегодня. В этом есть какая-то, хоть так возьму верх. Вот, потом можно заниматься разными здоровьем. Понимаете, вот реально себе устраивать карьеру – это работа. Реально зарабатывать авторитет в обществе – это работа. А вот и труд. А вот ходить по врачам – это вроде бы тоже важное занятие, если помираешь. Да? И можно не делать работу, которую надо. Улавливаете, да? Ну, про секс вообще молчу. Если нет – это стресс. Симпатадреналовые реакции и дальше… Или если не нравится. Многим девушкам просто что-то не пошло. Мужчина хочет, а она с ним не хочет. И у нее такое себе, что забилось, и теперь не приставай. Ну, помирает. Но зато пылинки сдувает. Все, берите его. Короче говоря, вот она структура наших с вами страхов. И, конечно, как вы понимаете, это все страшная галиматья. Значит, вот мы на это тратим свою жизнь. И вы потратите свою жизнь, если у вас в жизни не будет важного. Если у вас в жизни не будет то, ради чего вы готовы, как бы сказать, тратить свою ретикулярную формацию. Она у вас вырабатывается. Шило. Изображаю шило. Как шило рисуют? Вот так. О. Да? Ну, почти. Ладно. Не будем думать, что это еще, может быть, похоже. Вот. Значит, шило вырабатывает. Вы хотите, не хотите, у вас вырабатывается психическая энергия. Понимаете, если у вас вот здесь в коре какие-то важные дела, которые вы должны и хотите делать, то эта психическая энергия найдет способ для того, чтобы эти дела начать делать, собирать, думать, свертеть, крутить, понимаете, и происходить. Если дела нету, да, то вот эти тревоги, ну, молодежь проще, выпил, накурился, и, как бы сказать, все, отключилась кора, и, как бы, нормально. Или вот компьютерные игры. Вы что думаете, что такое компьютерная игра? Реальный раздражитель, все. Я там стреляю, меня убивают. Люди бегают кругом. А еще можно командиром стать. Не знаю, всех сдают, за это нет, но командиром можно, в конце концов. Вы ее и улавливаете, как драматургия. И живут так. И все катимся в эту жизнь, понимаете. И чем лучше становится, тем хуже. Улавливаете. Потому что надо тратить энергию. А куда? Непонятно. Значит, ну, дальше есть способ, если не оформилась ваша тревога в какой-то, ну, такой очерченный невротический страх, да, они могут быть самые разные, социофобия, агорофобия, вот эти панические атаки, там, я не знаю, ну, чего только не бывает. Ипохондрия, и всякое разное. Значит, дальше у нас есть другой способ. Если мы, как бы, так сказать, вот, нету очерченных страхов, у нас начинается умственная жвачка. У нас есть способ думать всякие нехорошие мысли. Нехорошие мысли. Не любит, не уважает, там, что еще, всячески притесняет. Я ему это, а он мне это, я ему то, это и то. И дальше можно жевать это без конца. Вот что такое умственная жвачка, да? Это набор незавершенных гештальтов. Это вот мы жуем наши социальные отношения. Умственная жвачка производится дефолт системой мозга, да? Дефолт, господи, что я пишу, системой мозга. Вот. Она производится дефолт системой мозга, которая эволюционно у нас была создана для того, чтобы картировать нашу социальную стаю, да? В нашей социальной стае живут люди, которым нам от них что-то нужно, или им от нас надо что-то нужно, и мы с ними находимся вынуждены жить в одном этом нашем виртуальном племени, который там внутри нашей дефолт системы. И каждый субъект, который там живет, является поводом для того, чтобы с ним повыяснять отношения. Вы приходите домой, открываете дверь. Вообще, по идее, вы не виделись там какое-то время и должны испытать радость, да? Боже, боже, какое счастье! Наконец-то все вы тут собрались! Как происходит обычно? Можно меня полчаса хотя бы не трогать? Да? Улавливаете? Значит. Мало радости-то, да? Потом полчаса, значит, ну, а там все уже сразу надулись. Они, честно говоря, не хотели сильно трогать. Но теперь они уже хотят, да? Они идут, и полчаса они думают, с каким говнюком или там еще, значит, они живут. Они это все круто, дискутируют. Накрыло тебе. Все, ну, уже, значит, все, пришли к делу. Дальше опять все жует. И так, тарелку шмахму, да? Или там, сам разогрей. Да? Идиотно. Я погрею. Да? И все, у них все, они там, беседы в голове, понимаете? Все. Все, невроза нету, а жизнь говно. Да? ДСМ, вот, крутит ваши все конфликты с другими людьми. Поэтому, если вы не невротик, вот такой, ну, в смысле, у вас нету невроза, не думайте, что вы живете праведную жизнь. Вы просто моете кости всем попеременно, начальникам, вторым половинам, матерям, отцам, детям, сотрудникам, женам, любовницам, любовникам и так далее. Головомойка, да? Значит, хорошая жизнь, правда? Вот. Вот. Но, с другой стороны, понимаете, все-таки это же сила. Это энергия наша, которая... Я все возвращаюсь к шилу. Я сейчас его буду зарисовывать. Да? Теоретически, понимаете, это наше то, что у нас есть энергия. Потому что, если у вас не было, вы бы что делали? Не боюсь. Ну, вы бы вообще, в принципе, даже ничего бы, да, не сделали бы. Да? Вы бы просто валялись где-то, ну, вот. Иногда очень хочется, я вам должен сказать, вот, где-то уже завалиться. Вот. Но, значит, сильно не поваляешься. То есть, вы даже если завалились где-то, вы какое-то время поваляетесь, а потом что-то вас внутри поддергивает, и что-то вам опять становится покуролесить. Правильно? Что случилось? Накопилось, накопилось и на психической энергии. Понимаете, ретикулярная информация надавала вам. И я хочу, чтобы вы осознали главную вещь, что вот это является нашим адом, но это же является нашим ресурсом. Страх как ресурс. Теперь я хочу, чтобы вы поняли, насколько существенно ваше поведение определяется вашей тревогой. Значит, вы сегодня приходили сюда, шли из дома. Ну, сначала точно были дома или где-то в каком-то чужом доме, но, в общем, шли откуда-то. И вы же одевались. Что? Ну, в чужом иногда тоже надо одеваться. Вы одевались, да? Зачем вы это делали? Да, я нас... Красилась она тоже для этих целей. Вот, значит, потому что мы испытываем тревогу. Если мы выходим и будем выглядеть неряшливо, мы чувствуем, что на нас будут смотреть, нам будет дискомфортно. У нас пострадает иерархический инстинкт. Значит, если мы одеваемся красиво, если мы красимся, да, значит, причесываемся, делаем все, что мы должны быть сексуальными. Значит, вот, иначе что? Тоже страдания, понимаете? Значит, короче говоря, действия, которые вам кажутся абсолютно естественным. Встать, одеться, значит, этот, как его... Причем вы можете еще тепло одеться. Это же может быть холодно. Такая тоже версия не отменяется, да? И иногда борьба, да? Вот девушки хорошо меня поймут. Мужики-то не понимают, а девушки понимают. Борьба между вот тепло одеться и сексуально. Да, вот, да? И вот это драматайзинг. Да. И я хочу, чтобы вы увидели, что вся ваша жизнь, вот от самых мелчайших вещей, она наполнена тревогами. И все, что вы делаете, вы делаете потому, что у вас здесь есть это жило. Все, что вы делаете. Зачем вы работаете? Если кто-то работает здесь. Чтобы с голоду не помереть. Улавливаете. Или для того, чтобы уважали. Да? Потому что все-таки я на работу хожу, там, все. Ну, и иногда там еще кое-что происходит. Но, думаю, работаете не так. Хотя, если вы будете бедные, девушки вас будут обходить стороной. Да? Вот. Они так тоже продумали этот вопрос. Любое действие, которое мы совершаем, мы совершаем, потому что мы тревожимся. Забавливаете? Все в вашей жизни есть результат вашей тревоги. Что такое шило? Это то, когда вы ищете дополнительную работу. Когда вы пытаетесь очень хорошо одеться. Бегаете по магазинам, чтобы там юбка сидела, понимаете, там, и все. Значит, и прочее. Все это – результат нашей тревоги. Значит, к сожалению, просто мало рисков. Но самая главная проблема, что механизм развития вот этого страха связан с представлением последствий. О чем идет речь? Значит, вот вы же, когда боитесь, вы же боитесь, что что-то произойдет неприятное. Но если вы чувствуете, что что-то с сердцем, вы же не боитесь сердца. Вы боитесь, что вы умрете, потому что сердце не заработает. Если вы боитесь, что вы будете выглядеть некрасиво, когда придете на вечеринку, и поэтому надо долго и мучительно 25 раз менять наряды, вы боитесь того, что на вечеринке будет что-то плохо. То есть мы всегда думаем о том, что случится в будущем. И, представляя себе это будущее, мы находимся с вами в тревоге. Эта тревога заставляет нас действовать. Теперь вопрос. Вот раньше нам формировали всегда тревогу за будущее. Говорили, будешь плохо учиться, будешь дворником. Все знают. Я думаю, может, это в Питерской только. Но у нас точно надо все дворниками пугали. Не понимай, не понимай. Вот. Да, но вот пугали, что будешь дворником. Катастрофа. Да? Значит, дальше, как выбирай профессию, значит, чтобы всегда можно было на хлеб заработать. Это тоже питерская, мне кажется, в значительной степени, потому что у нас с хлебом иногда были перебои. Вот, значит, то есть нам всегда выстраивали большую отдаленную перспективу, которая заставляла нас на протяжении длительного времени находиться в тревоге и делать что-то для того, чтобы это ужасное будущее не наступило. Да? Точно так же, например, нас всегда пугали, что мы можем... Как к тебе люди будут относиться? Вот такое было. Сейчас вот кого... Можно кого-то напугать этим? Как к тебе люди будут относиться? Что люди скажут? Вообще, катастрофа же, понимаете, раньше была. Что скажет Марья Сергеевна, или как там ее звали-то? Ну вот, да, и у нас всегда пугали отдаленным будущим. В результате у нас формировался большой временной лаг. То есть, условно говоря, вот здесь будущее, ужасное, бедность, неуважение, отсутствие работы и дворник. Рисую лопату. Я сегодня прямо живописью какой-то. Да? Они у меня все похожие. Ну ладно. Значит, да. У нас было удаленное будущее. А смотрите, что сейчас происходит. Значит, на какой отдаленности будущего вас пугает? Вы вообще представляете, что будет через 10 лет вашей жизни? Я вот раньше у меня, когда принимал на работу, я же большой начальник был, принимаю на работу, говорю, что вы, что, аж какой план на ближайшее, что через 10 лет, как себе представляешь жизнь? Это был там 2007 год, 9, 10. И мне говорили. После этого в 2014 году мне предложили 5 лет. То есть, говорили, а давайте на 5. Сейчас я боюсь спрашивать, чтобы мне не сказали, что в целом у меня план на завтра. И то пока такой. Да? Значит, из-за того, что мы с вами оказались в этом новом времени информационной, назовем прямо, псевдодебильности, у нас вот эта штука начинает сжиматься. Да? Я даже написал в свое время книжку «Складка времени». То есть, у нас это время, оно как бы сложилось. Оно должно было быть здесь, а оказалось вот здесь. В результате, не имея будущее, на котором мы тревожимся, тревога, что мы вот здесь будем делать? Ничего. А что будет с нами, если мы ничего не будем делать? Да. Отсюда информационная псевдодебильность. Потому что что делаем, когда остаемся один на один с самими собой? Интернет. Интернет. Схватили телефон. 8 часов, 8 часов 25 минут. В сутки. Я сплю 6. Это среднее время пребывания в интернете. Ну, использование всех телефонов, гаджетов и так далее. Да, компьютеров. Если вы думаете, что это все субъективно, если вы побывали в социальной сети и провели там, например, час, там есть субъективное искажение времени. Реально вы провели 2 часа. Компьютерные игры и прочая вся луда, новости. Очень много важных новостей. Да? Футбол. Футбол – важная новость. Надо все выяснить. Кто уехал из страны, уругвай или какая-то там Аргентина. I will cry for you. Это очень все существенно. Понимаете? Можно прямо прилипнуть. Столько важно, кто за мячик куда закатится. Страна сидит в аутифронном. Сейчас мячик покатился. Боже! Кто-то ногой по нему ударил. Просто счастье наступил. Все, оргазм. Да? Вот. Вот оно где все. Понимаете? Пугает. Понимаете? Вот этот мячик долетит или не долетит. Вот здесь, здесь сейчас. Да? Что через год будет с митями? Что будет с пенсиями через какое-то время? Вообще не по барабану. О! Мити, 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 мити. С страшной силой. И вот наша с вами конструкция, что мы из-за этой нашей тревоги становимся цифровозависимыми. Потому что зависимость – это еще один способ справиться с тревогой. Потому что у вас идет постоянный приток информации сюда. И вы должны обработать. Что случилось? Вот случится, а где-то упал самолет. Да? Это невротический страх, если что-то не так. Вот. Где-то упал самолет. Все прильнули. Очень важно. Он упал. Понимаете? То, что у нас на дорогах ежегодно гибнет 35 тысяч человек. На дорогах. Да? А в самолете погибло там где-то что-то там 200. Это мы как-то нет. Это слишком нужно мозг развернуть, чтобы понять, что вообще как бы надо за рулем не пить и не смотреть телефон и не разговаривать по нему. Это нам сложно. Слишком сложная идея. Вот. Да. И вот что такое цифровая зависимость. Вы начинаете грузить сюда. Это же тревога. А не пришло ли сообщение? Не пропустил, да? Может, письмецо какое-то в конверте? Да? Или там. А что с лайками? Да? Значит, все. Тревога. И все занимаем. И дальше говорят, а давайте мы вас оставим без интернета. И молодые люди, да? 15-25%. 25%. Они готовы на все, что угодно. Только бы, чтобы их не лишили интернета. Это уровень цифровой зависимости в зависимости от страны. То есть цифровой зависимости в болезненной форме. То есть если у них лишают, то у них начинается ломка. Реально. Просто нахлобочивает. Почему? Потому что вот эта информационная среда превратилась для нас, решает эту задачу. Улавливаете в чем беда? Теперь вопрос. Мы же тут развиваться с вами собрались, да? Я же с этого все не начал. Вопрос как? Вот в данной конструкции, в которой мы оказались, это становится крайне сложным делом. И единственное, что нас может из этого вытянуть, это наше социальное взаимодействие. Только когда есть другие люди, с которыми вы находитесь, как бы сказать, в коммуникации, для которых вы хотите что-то делать, с которыми вы хотите что-то делать, потому что индивидуальный инстинкт сам сохранения у нас отключен, с половым сейчас стало не модно, много мороки. Раньше же было сложно все, а сейчас там в Тиндере зарегистрировался, привет, и сыпется, и уже же есть внимание, в целом можно и не продолжать. Девушки довольны, у мужчин еще порнографию выдали в больших объемах, и все, чего добрягаться-то, правильно? Единственное, что у нас здесь остается, это иерархический инстинкт. Ну, и социальный инстинкт. Но при этом мы же с вами предельно асоциальны. Заплавливайте. И вот если говорить про выход из всего этого безобразия, то он, в общем, очень ограничен. Вы должны иметь совместные планы с другими людьми. Это все, кто уже проходил на красной таблетке, один из трех критерий в полноценных отношениях. Кто не дошел еще, предстоит. Только в тот момент, когда у вас появляются совместные планы с другими людьми, у вас появляется перспектива. И когда вы заглючиваете обратно куда-то, появляется... У экклезиаста есть такое... Вот это вот там, где вот это время разбрасывать камни, время собирать их, время обнимать, время отнимать объятия. И дальше, если один идет и упадет, то кто поднимет его? Если двое идут, то... А, если двое идут, и один упадет, тот поднимет его? Значит, а если один идет, то упадет и не встать. Вот здесь вот, когда вы начинаете, ваша временная перспектива начинает сворачиваться, если у вас есть совместные планы, то другой человек говорит, секундочку, кто-то начал филонить и вынимает вас сюда, и говорит, тревожься, а то лопата будет. Потом другой залипает. А то там, секундочку, у нас дела. И вот таким образом, понимаете, вы себя вынимаете из этой складки. Улавливаете. Совместные планы с другими. У вас много совместных планов с другими людьми? Я вам должен сказать, что те, кто пишет у меня отчеты, там есть вот это, вот когда надо совместные планы. Со второй половины совместных планов нет. Да идут двое. Только вот так, да? А дальше что? На работе? Сейчас нет. Ну, как-то отсидели, убежали. Что там, скорее все закончить? И так далее. Вот. Короче говоря, понимаете, чем мы занимаемся? Очень важным делом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...